Золото дураков, он же Fools Gold, новый охотник в нашей игре, которому предстоит появиться в самом начале следующего 29 сезона игры. Сам же охотник является альтер-эгом Нортона, тяжелая и запутанная история которого и дала возможность появиться на свет золото дураков. Базовая его способность – нестабильная земля. Вокруг нее и строятся различные способы поимки выживших. Бросая кирку в любую конструкцию на карте, вы можете около нее вызвать, подобно тени сангри, небольшой радиус, который будет помечен фиолетовыми краями вокруг конструкции, с возможностью как на расстоянии, так и вплотную ударять в нем на четверть урона выживших. Как это работает? Во время погони за выжившим вы бросаете кирку в текстуру, около которой он будет пробегать и при вхождении выжившего в фиолетовую зону, сразу же забираете кирку обратно. Снимая тем самым у него, подобно бомбе бонбона, четверть урона. Небольшие тонкости, связанные с нестабильной землей, разработчики вынесли в отдельную категорию пояснений, которая называется «Магнитная проводимость». Кратко и лаконично пересказывая, кирка, брошенная мимо конструкции, объемлю, например, восстанавливается на 3 секунды быстрее. Во время того, как кирка где-нибудь спокойно торчит, можно перевозить окна и даже ударять выживших каменными кулаками заядлого шахтера. Следующая способность заключается в рывке в сторону кирки. Называется это «Привлечение». Бросай кирку куда угодно, лишь бы не в небо, и можно будет осуществить рывок поток на остальным рывкам других охотников. Магнитное преобразование. Способность, по сути, дающая соединять различные конструкции между собой, тем самым продлевая, увеличивая радиус нестабильной земли на остальные сопутствующие объекты. Открывается данная способность после настакивания двух полноценных ударов по выжившим, то есть на первой фазе присутствия. Магнитное преобразование делается при помощи магнитного камня, который также имеет свою фиолетовую зону, над которой красивенько ревидирует по центру. Перемещая его в нужное для вас место, он моментально создает цепочку рядом с находящимся объектом. Как этот камень не активировать? Так же, как и обрушение от нестабильной земли, бросая кирку. А теперь внимательно, важное примечание. Бросая кирку куда угодно об иную конструкцию, которая может даже не быть около цепочки магнитного камня, вы уже активируете его единожды, отнимая четверть урона у выжившего, выживших, если они там находятся. Далее можно ее сразу же вернуть в руки и нанести повторный удар. Суммарно так можно делать с одним камнем целых 4 раза, покуда он будет стоять. А самое странное, что отозвать его нельзя, однако после его разрушения у охотника уже будет гарантированно один следующий камень. Последняя его способность появляется после полного настакивания фазы присутствия. Называется она мгновенная реакция. Активироваться она может от долгого зажатия броска кирки, а именно до конца шкалы. После того, как вы ее бросаете, сразу после застревания кирки вызывается обрушение. Оно все так же будет отнимать четверть урона у выживших. Вот такие незамудренные способности имеет золото дураков. По сути геймплей за него будет состоять из микса геймплеев таких как Бонбона, Наяды, Оперной Певицы и в какой-то степени скульптурши на пару с Ночным Дозором. Сильно ли это? Безусловно, в определенной мере да. Имбали он против сильных абьюзных конструкций, которыми так сильно любят пользоваться опытные выжившие. Да, но для этого ему желательно иметь тот самый магнитный камень, а также чтобы выжившие бегали в более-менее закрытых конструкциях. Во всех остальных открытых местах он будет малоэффективным. Говорю вам как сильно опытный охотник, а еще как тот, кто два сезона подряд имеет предпоследний ранг за охотника. Дракон. Что по тактике игры за него? Старайтесь, играя ним, быстро славить и быстро добивать, и уретучить первого выжившего, попутно нанося удары спасателям и тем, кто около вас будет декодировать машинке. Не давайте расслабляться выжившим. Постоянно бодрствуйте, через половину карты швыряя кирку для попыток нанесения ударов не только тем, кто декодирует, а и по тем, кто лечится, обыскивает сундуки, открывает ворота в том числе. Примеры билдов, которые можно на него выставить. Я посоветовал вам брать за него по классике блинг, нижнюю и правую ветку талантов. Верхнюю в теории ему брать не обязательно, ведь ему часто ломать палета, как мне кажется, не придется. Хоть он и может совершать рывки при помощи кирки, но этого недостаточно зачастую будет, поэтому возможность приключиться на телепорт ему будет кстати. Из дополнительного по ветвям, что можно на него взять? Тут на любителя, либо все зависит от карты. Можно в теории отыгрывать на нем спокойно от быстрого отлета выживших в стратосферу, а можно по старинке взять быстрый откат от стана и удара, украсив это ускорением от падения. Вот такой вот детальный разбор на данного охотника у меня получился. Между прочим, он первый, кто открыл серию разборов на этом канале. У микрофона был Марокко. Не забывайте про самую лучшую поддержку в виде в первую очередь лайка. Во вторую, напишите развернутые комментарии ваше мнение об новом охотнике. И в третью, просто поделитесь этим видео с остальными. По традиции, напоминаю, что все полезные ссылки находятся в описании. До новых встреч!